Девушки отдыхают И он был лидером в классе, вообще всегда лидером, и девчонки за ним, я знаю, бегали, вот, и ребята его уважали, а познакомились в медицинском институте, в Пермском медицинском институте, в 1985 году мы поступили туда, и, как всегда, всех отправляли на картошку. Мы приехали в колхоз, никто друг друга не знал вообще практически, только вот нам дали дом отдельный, ну, с пустой дом, кто-то уехал, большой дом такой. Койки расставили, матрасы разнесли, и я вышел что-то на улицу, и подошел парнишка, привет, привет, как бы, ну, познакомились, как зовут, он Серега, ну, я говорю, меня Эдуард. Он такой, что, говорит, боксом занимался, ну, и вот, познакомились. Там давали нам, надо полосу картошки собрать, полосу картошки. И каждому, там, девочка, мальчик, надо вот давать два ведра, эту картошку было собрать. Они были отстающие, вот, собирали картошку, там, в последних рядах, а мы были передовики, и нас, девочек, перекинули к мальчикам. А у Инки-то глаза горят, она ходит, я вижу, что с Серегой хочется, почему-то. И потом, как с Серегой вспоминали, он с ведром, он руку поранил, у него рука болела, и он, в общем-то, там, с ведром с этим ходил, с полупустым, вот, и мальчик, тебя как зовут, Сережа? Потом мы вспоминали, мальчик, тебя как зовут, Сережа? Вот, и мы это вспоминали, все. Ну, в общем-то, все началось с картошки, то, что я там обратила на него внимание, на гитаре он так поигрывал тогда. Он стихи уже писал, и песни-то играл на гитарке вот эти. Я еще про себя думал, ну, балуется пацан еще, ну, что мы, такие ребята, серьезно, пацаны были, как бы, реальные. Мы ржали все, смеялись над ним, ну, типа, что ты, блин? А он вот писал, он даже, вот, говорит, я, говорит, еще никому не показываю, стесняюсь, как бы, вот, вот, давай послушать что-то. Я все смеялся, что ты, говорю, ерунда это все. Ну, ты, ну, закончим институт, будем работать ортопедами, вставлять зубы, вот, будем зарабатывать деньги, я это говорю. В общем, драка была. И среди тех, с кем нужно было против, как бы, драться, вот, Сережа, мединститутские там были, деревенские, и еще люди из Сережного Кировского района. И еще мне очень нравилось, ну, это, я не знаю, вот, если, допустим, на колхозе с местными там дрались пацанами, всегда, вот, блин, там, вот, кто-то там из ребят, там, ну, всегда подписывались, друг за друга. Здорово, как бы, это, даже слезы навернулись, вспомнил. И вот эта драка действительно произошла, и там кирпичами били головы, и вот мы это все, как бы, разнимали, а потом оказывали первую помощь. И я вот, я просто обратила внимание на то, что многие армейцы у нас стояли на обочине, сложив руки, а вот он, как бы, в гуще событий, там, дрался. Я думаю, надо же, мальчишке, там, 17 лет после школы, надо же, какой он вообще молодец. На первом курсе в институте ловил себя на мысли, что, что это лучший друг у меня был. Вот. И потом, как-то уже ближе к осени, приходит у нас мальчишка, вместе они с Сережкой учились в параллельных группах, и он приходит, говорит, Инуха, Серегу Наговицыну в армию провожают, ну, забирают, поехали, проводим его. Когда мы в армии, ну, мы переписывались с ним, фотографии присылали, он организовал там в части, да, группу. То ребята, в общем-то, у них всех было музыкальное образование, он один только вообще не умел, то есть он не знал ни нот, нотные грамоты, он вообще не знал. Да, вот он, то есть, пел, и он сочинял, играл, то есть он, допустим, на фортепиано лучше меня играл, я музыкальную школу заканчивала, он не заканчивал. Он садился, я так думаю, что он это от бога, вот это все было. Ездили они на КамАЗе, я помню, вот он рассказывал, КамАЗ подходит, он же в Аджарии служил, сначала на УАЗике гонял, с бацом, говорит, на гитарках, грузинам, и все, и вперед. И они очень много выступали, ездили, но он мне писал, я не знаю, что мне выбрать, или спорт, или музыку, потому что я написал толстую тетрадь стихов, в общем, вот и не знаю. Я, говорит, наверное, выберу спорт, а тетрадь я сожгу. Тетрадочка была такая синяя, у него у Сереги такой еще почерк был, своеобразный, я помню, он такой какой-то округло, прямой такой он какой-то, и мелкий, не очень такой крупный почерк. Я ему писала, говорю, Серега, не сжигай, ты лучше мне пришли, вот, и потом он уже говорит, вот как жалко, что я сжег ее, потому что что-то бы я из нее почерпнул, какие-то фразы, потому что у него песни рождались очень интересно. То есть одна фраза появляется, а она потом может в середине вообще песни оказаться, и она так обрастает, вообще потом целой историей, вот, и он жалел, он жалел, что он эту тетрадку сжег. Если будем петь «Золото», то на раз вы пьете вместе. Все вместе! Городские встречи, старый мотив, Подмосковный вечер, спарный масти, Летинные горки, крики репят, Встретим тебя! Снежный супруг, скетра орех, Мы стояли оба, глядя наверх, Я в руке лопач от сигарет, Здравствуй! ПЕСНЯ Солодкой упала, с неба звезда, Что не загадала, ну как всегда, Ты меня конеч, не извинишь, А можно сделать сначала, ну что ты молчишь? Солодкой упала, с неба звезда, Что не загадала, ну как всегда, Она прославила очень сильно звук, причем так, ну она как бы, она была кабацкая песня, получается, вот, и она как раз вот, знаете, попала под настроение, Сережа попал вообще, вот, все песни у него попали, именно, вот, во-первых, настроение, наверное, страны, вот, перестроечный, вот сейчас она, Сережина песня, веет такой ностальгии, доброй ностальгии, какой-то такой, такой, поздравствовавшей молодости, можно сказать так. У Сережки это от души, самое главное, что это от души было, от души и доходчиво. Пришел в гости к нам молодой человек такой, худощавый, симпатичный, и мне сказали, что вот Сережа Наговицын из Закамска, который пишет свои песни. Просто вот садился, кофе, сигареты, и он мог, ну вот он мог, допустим, сутками, он знал, что ему нужно альбом написать, еще сигареты, сигареты, кофе, кофе, и ты приходишь утром, и он тебе поет какую-нибудь песню. И там я, допустим, сижу и реву, этого же Прохора Митрича, я говорю, Серега, на них можно фильмы снимать, на твои песни, потому что сразу же рисуется картинка. Образы, которые он, так сказать, умел находить, вот особенно там, его замечательная песня, я до конца не помню, про вранье, на зоне там вранье, так сказать, она глубока, да, она настолько глубока по смыслу, настолько, я первый раз, когда послушал, так сказать, у меня как-то создалось впечатление, одно впечатление, Но когда я послушал это несколько раз, даже, я не помню, может быть, по шансону там передавали, и меня это просто тронуло, меня просто задело, так сказать, как заживое, потому что настолько глубоко и настолько прочувствована вот эта вот данная ситуация в данном месте. Он входил настолько в образы, причем четко и интересно так его раскладывал в своих песнях, вот, любую песню взять, любое состояние, он, в принципе, открывал состояние людей, которые что-то видели, что-то прошли, и что-то в них запомнилось. Вот он открывал вот этот образ, просто как на картинке, вот, просто рассказывал, что у тебя было в жизни, вот он показывает это настолько достоверно, настолько открыто. И вообще, мне кажется, в Сереже очень сильно сидел артист, актер, потому что, как оказалось, для меня это тоже было открытием, он никогда не был в зонах, он не был в этих малинах, он не был на разборках, не был в тусовках, на стрелках, да, Но он очень органично знал вот эту внутреннюю жизнь вот этой сферы. Он как бы окунался в эти предлагаемые обстоятельства, назначал себе некую роль, и в этой роли очень органично жил. ПЕСНЯ 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 Сережку всегда воспринимали очень хорошо. Сережка чем отличался, что он у нее всегда был глажен, хорошо, красиво одет. Гитара, если у нее была не почищенная, значит, он не выходил просто, пока не почистил. Знаете, блики от гитары, появляются блики от пальцев, когда настраиваешь ее и так далее, что-то там перетаскиваешь куда-то, вот он всегда платочком натрет это. Все, выходил, красавец. И вот люди-то многие удивлялись, то есть сразу же часто спрашивали, сидел он или не сидел. Он не сидел, конечно. Это все было рассказано, как будто вот он это пережил, хотя, слава богу, не удалось. Но он ездил с ребятами, он как бы вот глубину эту всю показал. Откуда мог парень, который там не сидел, допустим, не находился, как он мог понять вот их чувства, их душу. А я считаю, что это все вот от бога все дается. И он, конечно же, эти все песни не высасывались из пальцев. Вот он садился, он говорит, вот они просто, они во мне вот живут, и они из меня. Я понимаю, он говорит, это же тогда было время, то есть не настолько шансон был еще популярен. Он популярен был, да, не настолько был, вот возможно было по телевизору это все, да, показать. И он говорит, я понимаю, что это узкий круг людей, вот, но я не могу ничего поделать, они из меня прямо льются, эти песни. Сосны фишками, стол с картишками, ветер пущий вновь, шла гроза, лиха встретили, за браслетели, а я везер играл, да я аж в тузах. Да поздней осенью, ой, дори-дори, небо с тросенью, ой, дори-дори, селется десей полевой, дори-дори, вечера, до листа падали, ой, дори-дори, бабки падали, ой, дори-дори, было весело, но вчера. Кстати, вот первое время, когда первый альбом вышел, потом второй, золотко у него вышло, потом дори-дори, я еще даже ему советовал, говорю, Сережа, давай про Россию что-нибудь. Он говорит, нет, вот мне вот что нравится, чему сердце сейчас лежит, в данный период, да, в данный период, вот я про это пишу. Когда, допустим, где-то я слышу его песню, это я могу сразу сказать, что это Серега Наговицын. Сразу, так сказать, по тембру голоса, тембр голоса, это большое значение имеет, так сказать, аранжировка, тембр, аранжировка, да, вот, и текст. Но сколько глубины в его песнях, в его стихах, в принципе, вот тогда это было, наверное, не осознать никому. Для меня поэт только тогда поэт, когда он полностью, целиком, не конъюнктурой для, он ныряет в тот образ, который он сейчас разрабатывает. У Наговицына вот эта длань богов его коснулась. Он не писал музыку на заказ, а он писал ее на свою фантазию, то есть он брал, входил в эту атмосферу и уже находясь в ней, творил и писал свои замечательные песни. Мы идем, у него в Закамске, у него там, допустим, конечная остановка и стоит там ДК какой-то, что ли, и фонтан. И такой фонтан уже весь, в общем-то, не функционирует, фонтан, и весь он зарос. И он говорит, а мы сюда убегали, вот здесь плавали в детстве, а мы в городе, когда с ним шли перед этим еще, у нас тоже площадь там есть, и вот тоже фонтанчик такой. И он работал, я говорю, Сережка, а представишь, а мы в детстве, вот я тут недалеко жила, и родителям ничего не говорили, а мы сюда убегали, значит, да, втайне от родителей, бегали сюда на фонтан купаться, маленькие когда были. И потом на утро ты встаешь, и он тебе эту песню, их фонтаны, фонтанчики с берегами красивыми, краснощекиемы. То есть, да, вот это вот, вот это вот так все происходило, интересно. Жил он в Закамске, Закамск был такой достаточно сложный район, ну он и сейчас сложный, но тогда был еще сложнее. Вот, и почему, наверное, он вот в жизни-то многое хапнул, хапнул именно и хорошего, и плохого, все вперемешку. Ну, по крайней мере, там аура своя, там аура своя, Уральск, это все равно, это начало Сибири, начало Сибири, и это очень во многом, очень во многом, так сказать, повлияло на его слог, на его, так сказать, слова в написании песни, да и музыку, потому что музыки, вот сколько я не слушал, я вот таких вот находок музыкальных, я не слышал. У него абсолютно своя, то есть свое видение, то есть как-то перефокусируется и все, вот вроде бы институтов не кончал по большому счету, да, то есть ни инъяс, ни филологически, ничего, то есть парень с рабочей семьи, правильно, музыкального образования не было, занимался боксом. А когда случается такое, как случилось, скажем, у Наговицына, это нонсенс, то есть это противоречит науке, это противоречит пониманию, там, литераторами, да, как к человеку пришло. Вот это божья длань, то есть боги конкретно в момент удара сказали писать, и он стал писать, он стал нырять в картинке. Почему у каждого свой образ и возникает от той или иной песни, от той или иной картинки. Есть шероховатости, они, может быть, и необходимы, эти шероховатости, как раз потому, что он поэт из народа, он народный поэт. Вот такие люди, они все воспринимают, все, я не знаю, у них вот сердце какое-то, оно обнаженное, наверное, да, вот по лезвию ножа они ходят, вот действительно, что в мире творится, что в жизни, что в городе, что вообще с людьми что-то, они настолько это все воспринимают, они настолько это все через себя пропускают. Тут, когда человек себя пробует на излом сам, не спеша, как бы пробуя с первого аккорда, с первого куплета, с некой первой рифмы, тут, я думаю, более органично человек вливается в творчество. И они вообще друг друга, как бы взаимодополняют. И, наверное, поэтому песни Сергея Наговицына долго живут. Песни Сергея Наговицына Хороший еще тандем, сочетание у Сереги с его аранжировщиком. Лично не знаком с его аранжировщиком я, но вот именно музычка тоже. И хорошо, что она не похожа на какие-то другие. И очень классно, что она звучит по-своему. И вот это все в совокупе и стих, и его исполнение по-своему обрывает. Он же не тянет практически ноты, он обрывает эти слова. Дерзко, быстро. И оно тут же резанет и прям вздрогнет человек, который слушает. Вот у него, у Сереги это все присутствует. Конечно, мне кажется, то, что делал Сережа, пока еще не перекрыто. То есть вот ту планку, которую он поставил, она все-таки имеет такой, как бы, олимпийский некий такой уровень, до которого многим еще надо, многим надо еще шагать. Его можно сравнить, я, конечно, не такой крутой критик и искусствовед, но, скорее всего, с Рафаэлем. Как он писал картины, вот настолько точно передает Сергей в своих стихах, и особенно в своих песнях, когда он их поет своим голосом. Вот тот мощнейший заряд. Он может вернуть двумя предложениями тебя туда в прошлое, в конкретное место, и ты даже не поймешь, что ты там. И пройдет некоторое время, чтобы опомниться, осмотреться по сторонам, и оказывается, я уже не там. То есть это талант, просто талант. У Серова же была такая вот именно фишка, был такой конек, что ты предполагаешь, что здесь будет такое слово в конце, оно совершенно другое. Вот еще что, это огроменный плюс. Я уверен, что любой автор стихов или стихов для песен, он обязательно на это обратит внимание. Дал бы Бог, он бы больше привнес бы в литературу и в культуру, потому что, как вот поэт, он привнес в жанр слово, свой образ, свою парадигму, свою метафору. Его образность, его штрихи – это от Бога. Он, безусловно, Божьи искры поэт был. Безусловно, бесспорно для меня. У него же каждая мелодия была своей такой картинкой очень-очень-очень. Что, когда слушаешь его песню, ну где-то вот мураши бегают. Да, я уверен, что у каждого. Я поражаюсь ему. Поражаюсь песнями, вот, любую песню. А на свиданку. Все люди, которые пережили это, я просто тоже через это прошел, я это знаю. Вот, я знаю, как жены переживают, знают, как матеря переживают. И он это настолько описал и просто рассказал, как это происходит. Его вот этот вот такой какой-то гениальный настрой творческий в понимании каких-то глубин жизненных, таких жизненных глубин, вот, он меня просто поразил. Его образы, его картинки, которые он рисовал, да вот мы сейчас неделю назад встречались с Инной в Перми. И вот я говорю, Ин, ну на окне засохла стрекоза, это настолько емкая и лаконичная летняя предосенняя картинка, что это уже штрих стиля. Она говорит, так и было, потому что мы, говорит, сидели, у них была небольшая дачка, и вот он увидел эту засохшую стрекозу на окне, на стекле, и вот так и родилось все, да? А Прохор Митрич, он написал, да, он пел человеку ее когда-то, и он говорит, Серега, ты знаешь, ну точно, ты это обо мне написал, да, у меня тоже был такой же, там, ну допустим, там, Иван Петрович, да, то есть вот точно так же, вот он мне вот делал все, и вот прямо как ты, ты откуда это взял? А озоновый слой, о чем там говорить? И над зонами есть озоновый слой? Вот, там, насколько глубокая песня, там, вот, допустим, озоновый слой, она вроде бы тяжелая, а когда в нее слушаешься, и все, ты там, ты в этой песне, да, ты в этом сюжете. Вот, ну, и даже люди, которые, многие, ну, не представляют, что это, как это может выглядеть, они все равно в образ входит. Не застрелит на солнце стрелами зной, и над зонами есть озоновый слой. Кто за последние, там, 30 лет в этом жанре сказал так, и над зонами есть озоновый слой? Там тоже есть жизнь, ребят, там тоже есть живые люди, и они тоже дышат этим воздухом, которым вы дышите. А это же можно просто отнести человеку, да, вот, к его ситуации жизненной, что у тебя, все будет у тебя в жизни хорошо, не то, что вот там как-то, и ведь после концертов, вот, вечер памяти, допустим, был, после вечера подходило очень много людей, и никак не связанные зоны, и не сидели, которые никогда в жизни, и подходят, и благодарят, и говорят, что эти песни помогают, вот, как-то жить людям. И это, конечно, я, вот, это Серега, это он. Он сам по себе очень был добрый человек, добра желал всегда всем. Я негатива никогда от него не видел, вот, никогда. Человек был очень добрый, очень добрый, то есть, я его не вижу иначе, кроме как искренний, душевный, чистый, добрый мужчина с харизмой. Форс-мажор, экстремальная ситуация, и если ноговицын рядом, можно было бы на него опереться. Как-то домой он возвращался, уже когда мы поженились, домой возвращался, и он заступился, мужчина, видимо, ну, поднял руку.